Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале Рутуби и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Популярный и востребованный аэропорт Край бьет рекорд по количеству пассажиров за год. Пять месяцев и в Барнауле вырос дом для переселенцев из аварийного жилья. Насколько он сократит очередь? Второй в стране по масштабу всероссийский проект «Герои с нашего двора» отметил в крае пятилетия. Полторы тысячи обращений. Именно столько вопросов прислали жители региона на вторую прямую линию губернатора. Для сравнения, в прошлом году было четыре тысячи вопросов. Упал ли интерес людей к общению с властью или дело в другом? И как себя показал Виктор Томенко во время прямого разговора? Передаю слово Дмитрию Дроздову. Вторую прямую линию Виктора Томенко изначально ждали не так активно, как первую. Самые больные вопросы свелись к минимуму. Самая насущная тема – одна. Люди признают, от губернатора здесь мало что зависит. Но, тем не менее, именно с этой темы Виктор Томенко и начал разговор. По словам губернатора, наших бойцов начнут отправлять в зону проведения СВО в середине декабря. И отметил, что уже есть понимание, чего не хватает мобилизованным. Ну, в общем-то, разная наборка от бензопилы, сварочных аппаратов и электротехники до уже каких-то элементов обмундирования, специальных снаряжений, специальной техники. Это все мы будем делать. Не все наши системы управления были готовы, так скажем, мягко к тому, чтобы быстро и четко провести это дело. Без сбоев, без скандалов серьезных, так сказать, вот здесь на всю страну прошли все мероприятия. Но, тем не менее, кое-где потребовалось вмешиваться и краевой комиссии, которую я возглавляю по призыву, значит, и где-то органам прокуратуры. Здесь ему было и о чем рассказать, и о чем, в принципе, объяснить жителям региона. И в данном случае, как бы, это абсолютно правильная подача, абсолютно правильно, что она была в самом начале в его прямой линии. Самая резонансная тема. Глава региона не мог бы ее игнорировать, хотя и говорить об этом с краевого уровня сложно. И многие эксперты полагали, что прямые линии губернаторов в этом году сведутся к обсуждению максимально локальных проблем. Например, доступность медицины в селах. Специалистов очень мало. В любой непонятной ситуации отправляют в Барнаул. От Благовещенского района до Барнаула 330 километров. Здесь глава региона открыто заявил, на сегодня проблему с кадрами в медицине решить не удалось. Просто не хватает денег на то, чтобы всем их достойно содержать и всем платить достойные средства. Вы знаете, я не так давно в режиме видеоконференцсвязи докладывал президенту о положении дела в крае. И в том числе одна из просьб, с которой я обратился на уровень руководства страны, как раз заключалась в том, чтобы в методике распределения средств фонда обязательного медицинского страхования учесть особенности края. Вот уже более 10 лет мы вынуждены пользоваться водой, непригодной для питья и приготовления пищи. А это вопрос от жителей Залевсовского района. Впрочем, проблема масштабнее. 69 сел страдают от некачественной питьевой воды. Поручение вот здесь на нашей прямой линии даю. Минстро и ЖКХ этот вопрос отработает. Мне предметно доложит. Недовольны и состоянием дорог. Власти обещали, что к 2024 году приведут в порядок половину краевых трасс. Льготники жаловались, что не хватает лекарств при астме и диабете. О подорожании тарифов Виктору Томенко тоже пришлось отвечать. В последнее время можно заметить, как губернатор говорит что-то лично, а в рамках прямой линии брал удар на себя. Один выступал за все свое правительство и за всех министров оправдывался. При этом опять же тут же давая поручение, прям тут же были сформированы рабочие группы, которые будут теперь личной ответственностью перед губернатором Ниски. Эта прямая линия была, возможно, чем-то похожа на рабочее совещание с министрами, только вместо министров были все жители края, которые смотрели прямую трансляцию. Глава региона был уверенней. В самом начале заявил, что взял с собой бумаги и готов детально ответить на любой вопрос. Но вот статистика. В прошлом году жители прислали 4 с лишним тысячи вопросов главе региона. В этот раз всего полторы тысячи. Количество пассажиров Барнаульского аэропорта к концу этого года превысит рекордные 600 тысяч человек. Такую цифру озвучил министр транспорта края Антон Воронов. При этом ранее авиаперевозки не могли перешагнуть отметку в полмиллиона. Сейчас из аэропорта Барнаула можно улететь в Москву авиакомпаниями «Победа», «Уральские авиалинии» и «Сибирь». В Санкт-Петербург и Сочи «Нордвинд», в Казань и Омск «ЮВТ Аэра», в Красноярск «Красавиа», в Сургут-ЮТР, в Новосибирск-Сибирь, в Пермь-Икар, в Екатеринбург «Рэд Винкс», в Иркутск и Новый Уренгой «Ир Аэро». Минтранцы подчеркивают, высокая востребованность говорит о необходимости открытия дополнительных рейсов. И сейчас ведомство пытается вернуть на алтайский рынок компанию «Аэрофлот», которая ушла после летнего сезона в другие аэропорты. Добавим, что основные маршруты из Барнаула до Казани, Красноярска, Новосибирска, Омска и Екатеринбурга выполняются благодаря субсидированию бюджетом Алтайского края и другими регионами. Объем краевого софинансирования по итогам года составил 75 миллионов рублей. Алтайских природонадзорников не покидает мысль о вожделенных внедорожниках класса «Люкс». Речь идет о Центре лабораторного анализа и технических измерений по Алтайскому краю. Это организация подведомственная Росприроднадзору. В начале месяца мы рассказывали о том, что Центру понадобились внедорожники почти за 9 миллионов рублей. В этих машинах кожаный салон, можно помассировать свое тело и охладить напитки в специальном боксе. После вмешательства общественников, ведомство отменило тендер на портале госзакупок, но, по всей видимости, пересаживаться на буханке или УАЗ «Патриот» природонадзорники не хотят. Народный фронт выявил повторную закупку внедорожников. Речь идет все о тех же китайских машинах. Только на этот раз цена уже снижена на 2 миллиона рублей. Лакшери-пакет остается, только уже без массажа и холодильников в подлокотниках. Мы будем следить за этой историей и держать кулачки за природонадзорников. Ведь сложно представить, каково это – поехать в командировку не в люксовой машине. В Барнауле показали, в каких условиях будут жить переселенцы из аварийных домов. Летом этого года на улице Беляева началось строительство многоэтажного дома, который уже скоро решит жилищный вопрос многих барнаульцев. Как выглядит дом, построенный буквально за 5 месяцев, расскажем в сюжете. Здесь можно жить? Здесь нужно жить. Можно жить. Эта новостройка выросла всего за 5 месяцев. А ведь еще недавно на Беляева 14 стояли два аварийных дома. В новой девятиэтажке 72 квартиры. Две трети из них приобретены для переселения барнаульцев из ветхого жилья. Парковка, детская площадка. В квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника. Переселенцы из аварийных домов могли только мечтать о таком комфорте. Важно, что здесь был ветхий аварийный дом. А сегодня появился новый дом. У него появляется и детская площадка. Что-то попробуем еще дооформить здесь. Люди получают достойное жилье. Переезжая из ветхого, они переезжают уже в комфортную квартиру, в которой предусмотрено, что не надо делать никакого ремонта. Выполнены отделочные работы, все здесь сформировано. Проект строительства многоэтажки на Беляева поможет ускорить процесс переезда барнаульцев из ветхих домов. Дело в том, что при расселении муниципалитет обязан приобрести для нанимателя жилье, равноценное тому, которое признано аварийным. Как правило, это небольшие квартиры до 22 квадратных метров. Сегодня на вторичном рынке жилья и в новостройках такие предложения найти трудно. Этот дом решит проблемы переселения 51-й барнаульской семьи. Мы очень надеемся на то, что эта программа будет интенсивно продолжаться. Жилье максимально качественное, конкурентоспособное с этой точки зрения, в очень короткие сроки и по нижней планке цены. Летом начали, все, сегодня закончили. Могли бы еще и раньше, но не было особых требований. Поэтому мы в спокойном темпе закончили работу. Добавим, сегодня в Барнауле в аварийном состоянии находится 100 домов. Переселение жителей города ведется по двум программам – краевой и муниципальной. В следующем году на их реализацию выделено около 1 миллиарда рублей. Ирина Корчагина, День с толком. Страх и ненависть на барнаульской барахолке. Сотрудники рынка ВДНХ устали от соседства с барахольщиками, которые каждое воскресенье приезжают к рынку и на его территорию. Некоторые продавцы оставляют после себя мусор, кто-то ломает деревья, кто-то ходит в туалет мимо туалета, и это лишь часть проблем. Наша съемочная группа накануне посетила барахолку, чтобы разобраться в конфликте сторон. Ирина Корчагина продолжит. Вот он проскочил, резка, они полетели по моей машине. Как с*** было, полетел он, все. Камера, я не разрушил. Я кто разрешил? Разрешил, я не разрушил. Я разрешил, я не разрушил, я не разрушил, я не разрушил, я не разрушил, я не разрушил. Обычное воскресное утро на барнаульской барахолке. Пять лет назад блошиный рынок переехал к рынку ВДНХ. Поначалу такое соседство никого не смущало. Только теперь на барахолке собираются полтысячи продавцов и столько же покупателей. При таком потоке на рынке ВДНХ участились кражи. Часто происходят драки. Сейчас стоят морозы, и людей не так много. Но обычно, говорит директор рынка, вся эта территория завалена мусором. Она не огороженная. Мы ее немножко как могли сделали, присыпали, чистим. Это все ложится на наши плечи. Но я считаю, это неправильно. Предлагали, чтобы они организовали здесь свою как бы, ну как пусик бы, или как, ну совет барахолки, и который бы все это делал. Они отказываются категорически. Это всегда было, с советских времен, всегда общество существовало, платили вносы, организовано все было. А вот сейчас это все на самотек пущено. Здесь же ежедневно мы не собираем, только по воскресеньям. На неделе же все работают. Продавцы сдают деньги на вывоз мусора. Но не все. То, что удается собрать, не покрывает все расходы. К примеру, только за воскресенье вывоз мусора обходится рынку в 12 тысяч рублей. 700 рублей на уборку туалета, дополнительная охрана – 3 тысячи, дополнительные услуги клининговой компании – еще 3 тысячи. А собираем, мы можем собрать 6 тысяч, 5 тысяч, бывает 12. Это когда барахолка очень большая и в теплые дни. А кто же давать мусор вывозит? А вы и так его должны в мусор вывозить. Ну где мусор? Я его не вижу. Где мусор? Покажите мне. Не кричите, пойдемте с нами, где уже вы уехали. Я вам покажу мусор. Вы его посмотрите. Да он здесь у вас годами, это не мы мусорим. А вы можете завтра приехать в вечер и посмотреть территорию? И не надо врать. Так вы приедете территорию, посмотрите до барахолки, после барахолки. Мы здесь каждый раз бываем. Не надо врать. Вдоль рынка высадили деревья. В том году высадили 70 деревьев. Из них 30 за тему сломали. Понимаете, они вот им мешают, они их ломают. А это вы сделали? Что такое не так? Ну вы зачем на дерево, которое высадили, сумку повесили? Она легкая, она маленькая, ничего тут не будет, я ничего не сломал. Справедливости ради, не все продавцы оставляют после себя мусор. И не все ходят в туалет мимо туалета. Конфликт разгорается из-за отдельных недобросовестных барахольщиков. Но разумно ли из-за них закрывать или переносить барахолку в другое место? Наверное, нет. Сотрудники рынка ВДНХ сегодня просят оказать им помощь в благоустройстве и вывозе мусора, чтобы барнаульский блошиный рынок уже наконец-то обрел правовую основу и работал централизованно. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. В минувшие выходные барнаульцы стали на шаг ближе к осознанному потреблению. В нашем городе впервые прошел фестиваль, на котором можно было обменяться вещами и сдать мусор на переработку, организованный новосибирцами. Почему это мероприятие привлекает жителей со всей Сибири, расскажем далее. Я сегодня решила разгрузить свой гардероб, вот, и все отдаю по дешману. Не просто торговое пространство, а пространство со смыслом. На самом масштабном фесте Сибири «Гарашка» десятки мастеров рассказывают об экологическом воспитании. Предлагают изделия ручной работы, книги и личные вещи для обмена или продажи по символической цене. Вы просто решили избавиться от лишних вещей, получается. Так точно. А почему такое желание возникло? Ну, потому что их очень много, и уже все из шкафа вываливается. Я думаю, вторую жизнь можно дать вещам, и кто-то что-то, возможно, себе подберет. Я как человек, который родился в советское время, мне немного дик вот этот одноразовый мир. Я стараюсь как-то что-то, хотя бы что-то, чтобы было, ну, использовалось до того, как это бы станет негодным. Площадка для объединения всех, кто решил изменить мир, как минимум подарить вещь нуждающимся, как максимум начать менять отношения с самого детства к вопросу потребления. Фестиваль «Гарашка» стартовал три года назад в Новосибирске. Сейчас к нему присоединился Томск, а теперь и Барнаул. Основной фокус у нас на созданное потребление. Именно поэтому у нас есть зона гаражной распродажи, где люди могут вторую жизнь подарить вещам. Есть зона маркета, где представлен хендмейд местных и околоместных мастеров, потому что здесь из Новосибирска сейчас приехали, и из Томска есть ребята. Также у нас есть зона бесплатного обмена вещами, зона сортировки отходов, это очень важно. Крышки, зубные щетки, пластиковые карты, так же, как и одежда, тоже имеют шанс на вторую жизнь. Если сравнивать новосибирцев и нас, у кого осознанное потребление, разве это лучше? Про осознанное потребление, да, у ребят больше, у новосибирцев больше всякого рода мероприятий, вот типа гаражки, свопов. У нас в этом плане поменьше, потому что у нас на весь город пока только мусора больше нет, из организаций, которые что-то такое проводят. Кроме зоны сортировки, торговых пространств организовали и досуг посетителей. Например, зона быстрых свадеб для регистрации отношений в считанные секунды. Неофициально, конечно. Это про то, что мы друг другу доверяем, и про то, что нам кайфово вместе. Я сказала это так. То есть это не то, что брак в официальном понимании этого смысла, это про хорошие отношения. С 2019 года прошло больше 25 таких фестивалей. Каждую гаражку посетило больше трех тысяч гостей. Организаторы замечают, что придя однажды, посетители становятся постоянными гостями. Новосибирцы надеются, что такой формат понравился Барнаульцам, и наш город еще не раз примет фестиваль. Ведь люди не просто покупают или меняются вещами, но и обмениваются чем-то более важным – культурой многоразового осознанного потребления. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком. 5 декабря в России отмечается День добровольца. Каждый, кто безвозмездно помогает обществу, может считать этот день своим праздником. Эти люди навещают больных в стационарах, приносят продукты старикам и инвалидам, играют с детьми в детских домах, убирают мусор с улиц. А какие полезные для общества дела совершают барнаульцы и какие проблемы их волнуют? Проблема экологии. Ну вот у меня стаканчик, я пойду его и выброшу, куда положено, потому что у нас есть раздельный сбор мусора в организации. Да, интересует меня все поваленечко. Что касается экологии, допустим, многие же люди ездят на природу отдыхать и тут же, ну как бы оставляют мусор за собой, как бы такого нету никогда. Вот мы, допустим, если семью едем отдыхать на природу, мы всегда, во-первых, и свой мусор забираем, и чужой забираем. Потому что если так не будут делать, каждый будет оставлять, но у нас что останется, у нас и съездить, отдохнуть некуда будет. Можно, например, себе взять какого-нибудь бездомного животного, помочь ему. Если у птички, например, сломано крыло, например, взять и помочь ей там как-нибудь. И также еще кому-нибудь можно помочь. По улице, когда идешь, видишь, например, что-нибудь случается. Часто люди мимо проходят, такое не должно случаться. Где-то участие появить, где-то сочувствие, где-то поддержку. То есть, ну, относиться, как говорится, по-человечески и все. Алтайский край стал вторым регионом в стране по масштабу проекта «Герои с нашего двора». Это всероссийская программа, которая должна приобщать мальчиков и девочек заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В минувшие выходные в Барнауле отмечали пятилетие проекта. В чем суть программы и кто поздравлял регион, продолжит Мария Мацаева. Они гоняют мяч, стреляют, плавают, играют в шахматы. Они не обязательно олимпийские чемпионы, но участники проекта «Герои с нашего двора». Обычные барнаульцы, увлеченные спортом, лица которых размещены на билбордах края. И это действительно большое и по-настоящему доброе дело – показать детям, что фотографии любого из них может стать украшением города, а заслуги – состоянием региона. Проект «Герои с нашего двора» в Алтайском крае уже пять лет. Юные гимнасты, каратисты, баскетболисты – плакаты с ними появились еще в 2018-м. Так организаторы планировали вдохновить других детей идти в спорт. И свою цель они выполнили. У меня есть совершенно четкая статистика по нашему региону, по Новосибирской области. У нас за эти пять лет посещаемость детских спортивных секций выросла на 32%. Более 70 тысяч детей пришли к плюсам заниматься спортом, физкультурой, быть более здоровыми, что самое главное. Когда-то новосибирский проект разросся на 31 регион. В нем участвует 20 тысяч детей. И Алтайский край – второй по масштабу реализации. Более трех тысяч человек приняло участие. Более двух тысяч билбордов украсили наш регион. Планы на дальнейшее развитие – это, конечно, масштабировать проект. И в новых уголках открывать новых героев. Сейчас только совсем недавно провели финал, первый финал баскетбола 3х3 в Перми. И был ролик подготовлен. Вы знаете, какой был крик и восторг ребят, когда они себя увидели вот в этом ролике. Почему у нас телевидение, оно на всем хочет зарабатывать, но не хочет заниматься, как вы говорите, популяризацией. Сделать ребенка счастливым, успешным, здоровым, амбициозным, мне кажется, это задача всего общества и всей страны. Сейчас проект развивается и рассказывает о достижениях не только молодых спортсменов, но и о героях из других сфер. Творческие коллективы, мамы и папы, герои поколений, люди с ограниченными возможностями. И цель организаторов – расширять географию проекта уже за территорию России. Мария Мацева, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефоноши редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok